Алкоголь, курение и неправильное питание, плюс малоподвижный образ жизни. Основные причины инсульта, рассказали врачи-неврологи на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню Борьбы с этой болезнью. По статистике, в Самарской области в год на 10 человек приходится три инсульта, из которых два случаются с мужчинами. Самый опасный возраст после 40 лет. Заболеваемость, вообще сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашем регионе достаточно высока по сравнению с Приволжским федеральным округом. Но, несмотря на это, смертность значительно ниже. А, наверное, умеем хорошо лечить. Признаки инсульта – асимметрия лица, нарушение или отсутствие речи, слабость в руках и ногах, частичная или полная парализация. Если это случилось с близким, нужно срочно вызвать скорую помощь. Спасти человека можно только в случае оказания помощи в первые 4,5 часа. Это время называют «золотым окном». Но, чтобы избежать угрозы жизни, говорят врачи, нужно беречь здоровье с юности. Большинство людей не следят за своим давлением и холестерином. Зато много курят и употребляют алкоголь, оправдываясь стрессом на работе или дома. Это инфантильные, безответственные люди, идущие по самоубийственному пути. Но какой человек признает, что он настолько глуп? На самом деле, нездоровый образ жизни – это не признаком однозначно. Это, как бы многие сейчас говорят, профилактисты об этом. Конечно, конечно. Точнее, сочетание недостаточного инсульта и безответственности. В случае перенесенного инсульта нужно полностью поменять привычки, предупреждают неврологи. Здоровый образ жизни должен стать повседневной нормой. Это сбалансированное питание, регулярная физкультура на улице и регулярное употребление поддерживающих здоровье лекарств, чтобы избежать повторного инсульта. У пациента, который решил встать на путь выздоровления, есть шанс вернуться к нормальной жизни.